Давайте начнем с вчерашней новости с Одессы, где был Владимир Зеленский, премьер-министр Греции Кириаукас Мицутакес. И гидрюкот их кортежа, как писали многие СМИ, упала ракета в ходе очередного ракетного обстрела Одессы. Здесь, знаете, ряд новостей, которые фоном идут в последние недели, невольно наводят на мысль, что это было покушение. Но мы вспомним Христа Грозева, журналиста-расследователя, который говорил о том, что специальная группа для ликвидации Зеленского в первые дни вторжения была в Украине. У них тогда ничего не получилось, но, тем не менее, планы такие были. Здесь же Financial Times и Blumberg пишут, что Россия активизирует шпионскую сеть, начинает массово засылать агентов. Наш департамент госбезопасности сегодня с отчетом выступает, говорит о том же, с фокусом еще и на белорусские спецслужбы. В общем, ваш комментарий по вчерашнему инциденту? Ну, здесь несколько одновременно и проще, и сложнее ситуация, потому что Россия продолжает отдавать южные регионы. В том числе и город Одессы, центр города Одессы, гражданское население регулярно, ежедневно. Мы видим большое количество смертей, смертей среди гражданского населения, детей в том числе. И, соответственно, Россия вчера абсолютно официально заявила, в 11.40 мы нанесли удар, ракетный удар по центру города Одессы. Ну, там, как они всегда говорят, уничтожали какую-то технику, но на самом деле, безусловно, они били по гражданскому объекту. Риски в любом случае высокие, я имею в виду риски и атаки в любой момент. И это говорит, и президент, кстати, Украины об этом прямо говорит, о нескольких важных факторах, которые было бы желательно, чтобы наши партнеры понимали. Первое. Абсолютно Россия отказалась от всяких там, вообще в полном объеме, от того, чтобы придерживаться каких-то правил, там, какие-то красные линии, как они любят говорить и так далее. То есть они, и президент, еще раз подчеркиваю, Украина четко решает, они либо сошли с ума, либо полностью уже не контролируют, что они делают, и просто вот выносят все подряд. И так далее. Что здесь важно, это вторая составляющая. Важно, что в этот момент в городе присутствовал представитель Европейского Союза, то есть премьер-менис Митцатакис Криакас. Он же является представителем военного альянса НАТО. И, соответственно, для России, насколько я понимаю, не существует даже в этом никаких там сдерживающих факторов. То есть они атакуют, по сути, территорию, где находится официально уполномоченный большой представитель военного альянса. И это говорит нам о следующих вещах, о выводах, которые нужно сделать. Первое. Россия идет и продолжает идти на эскалацию. И все, что вы перечислили с точки зрения масштабирования агентской сети, масштабирования шпионской сети и так далее, это признак того, что она готовится к масштабной войне, к разрушительной войне, используя различные технологии. Одна из них — это, безусловно, внутреннее разрушение, то есть обвал институтов государства как таковых, то есть дискредитация институтов государства, информационная компания, пропагандистские компании, кибер-угрозы, получения доступа к тем или иным распределительным, скажем, центрам, ну, имеется в виду, которые определяют политику, внутреннюю или внешнюю политику этих стран, и Россия будет все это масштабировать. То есть они абсолютно точно готовы атаковать любую страну, им абсолютно безразлично. Политик относится к какому лагерю относится и так далее. И вторая составляющая, которую было бы желательно осознать, что с Россией договориться невозможно. А Россия не хочет остановить войну как таковую. Нету порогов, и они об этом, опять же, тоже официально говорят, не существует порогов, за которыми Россия не готова зайти. То есть не существует границ, которые Россия не готова преодолеть. И, соответственно, либо Россия проиграет эту войну, либо, соответственно, в Европе будет постоянный нарастающий хаос и нарастающий эскалации. И вот это то, что мы увидели с вами вчера в Одессе, это подчеркивает, что для России не существует ни малейших авторитетов. Ну, здесь, знаете, вспоминается у меня сразу исторический случай, даже если это совпадение, да, не непосредственное покушение. Премьер-министр Греции, как вы сказали, премьер-министр страны НАТО. Я сразу вспоминаю исторический случай с Францем Фердинандом, когда вот это вот стало поводом, да, его убийство к началу Первой мировой войны. Но вот вообще, если мы гипотетически рассматриваем, да, вчерашний инцидент, что-то могло случиться? С каким последствием это могло бы привести? Сложный вопрос для меня, потому что, вы знаете, мы с вами помним прекрасно, что на территорию стран НАТО залетали и ракеты, и дроны. И, соответственно, никаких активных противодействий мы не увидели, даже каких-то результативных заявлений и так далее мы не увидели. И, соответственно, на мой взгляд, все-таки мир, к сожалению, все еще мир. Когда я говорю слово мир, это я у страны Европы, прежде всего, демократической части мира, да, то есть они не готовы к тому, чтобы осознать вот две прописные истины. Еще раз, Россия идет на эскалацию, и Россия обратно вернулась в свое вот это наглое состояние, когда она будет повышать ставки, пока ей что-то не отдадут. Это очень опасное состояние. Я вижу, что есть определенные позитивные изменения. Мы видим по риторике изменения, мы видим изменения по, скажем, готовности увеличивать военные пакеты в Украине. Да, просто другой вопрос, что есть на складах, чего нет. На складах это другая составляющая, в каком количестве это есть. Мы видим эти изменения, мы видим вот этот вопрос, который поднял французский президент о возможности национальных контингентов, отправки национальных контингентов на территорию Украины. Но, с другой стороны, все еще я вижу вот это остаточное непонимание, да, что такое современная Россия, почему Россия отбросила все маски, как она будет действовать дальше для России. Война ради войны, это и есть суть существования, да, суть русского мира как такового. И что Россия будет постепенно увеличивать объемы эскалации. Эти объемы эскалации могут проявляться не только непосредственно ракетными ударами по территории Украины, но и, соответственно, ударами, прямыми или опосредованными ударами по другим странам. Вот этого сознания, на мой взгляд, до конца еще нет. И присутствует вот этот элемент страха, да. То есть давайте перейдем в другую плоскость, чтобы было понятно. На мой взгляд, Россию и до войны не знали. Не знали, кто есть кто там, какие мысли, как они готовы дальше развиваться. Было такое, мягко говоря, ошибочные позиции разведца общих стран Европы, что Россия, вкладываясь в бизнес-проекты в Европе, в том числе в газовые проекты в Европе, в терминалы, в северные потоки, в голубые потоки, Россия заинтересована в максимизации получения прибыли, потому что это олигархический капитализм в России, да. И, соответственно, она не пойдет на эскалации, не пойдет на полноценные войны. Да, она может там регионально где-то кого-то щипать, ну как в Грузии, как в Украине в 2014 году, но масштабных войн не будет. То есть это говорит о том, что разведца общество европейских стран абсолютно точно не знает Россию, не знает состояние элиты, не знает ее истинные намерения, не понимает, что такое концепция русского мира, что такое русский экспансионизм, и почему Россия выглядит как классическое нацистское государство. Вот это проблема. А это проблема незнания порождает страх, да. Ну то есть ты как бы не знаешь, ты веришь мифам, фейкам, те, которые генерируют российская пропаганда, в какой-то момент ты начинаешь в это действительно верить. Не просто верить как в пропаганду, а именно как в реальные обстоятельства. Вот смотрите, что для меня как раз наречило сейчас, и я, честно говоря, несколько сам смущен этим, это вот эта истерическая попытка оправдать немецких офицеров, которые дискутировали вопрос самооправдаться, или там официальные лица Германии выходят и полностью, да, так знаете, с дрожащими руками пытаются оправдать несовершенные преступления вообще. То есть вообще не преступления. Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну вот офицеры между собой обсуждают возможности эскалации, возможности использования того или иного вида оружия. В этот момент рассердят, ух ты, мы перехватили разговор, смотрите, какой это агрессивный разговор. Мы тут немножко людей убиваем в Украине массово, мягко говоря, ракетами. А тут разговор о том, как этому противостоять. Нельзя это делать. И тут сразу же выбегают официальные лица, говорят, ой, вы знаете, это слив разговора, это странно, мы немножко другое имели в виду. Вот это меня шокировало после двух лет войны. Мне казалось, что этого уже нет. Вот этого такого холодно-военного типа оправданий, нет-нет, вы не так нас поняли, точно нет. Европа наоборот прекрасно понимает, что на Россию обращать внимание нет смысла. Реагировать на те или иные контрдействия России нет смысла. Реагировать на масштабную пропаганду нет смысла. Что у нас свои цели, мы в рамках этих целей двигаемся. Вот эта история и вот эти, скажем так, отсутствие полноценных жестких реакций на обстрелы чужих территорий, ну или там пролеты по чужим территориям российских ракет или дронов, или удар по Одессе в момент нахождения там официально премьер-министра страны НАТО и так далее, мне это кажется, является страшным отголоском страха. Я, честно говоря, вот на полном, скажем так, серьезе думал, что этот страх год назад умер окончательно. И Украина, два года ведущая оборонительную, эффективно ведущая оборонительную войну, ну, как бы сказала, что бояться точно не надо, а нужно просто идти к справедливому финалу. Сейчас я на это смотрю, и я, честно говоря, не могу поверить в то, что мы опять это все видим. Ну, мне кажется, знаете, у кого-то этот страх умер, как у Макрона, например, да, который, кстати, подтвердил ваши слова в прошлом эфире о том, что мы, речь не идет о том, да, что мы в этом году отправим, но сам факт наличия дискуссии, то, что вы говорили, он примерно то же самое сказал, он важен, как бы, да. Ну, вот у Шольца, видимо, этот страх не ушел еще, тоже мне не совсем понятно, о какой он эскалации говорит, что вот мы не хотим эскалировать ситуацию, когда уже в 500 метрах, как писали сегодня СМИ от кортежа, премьер-министр Греции и президент Украины Зеленского падает ракета. Ну, раз уж вы упомянули про слив разговоров немецкого генералитета, который, кстати, произошел через Маргариту Симоньян, а вам как кажется, вот этот вот слив России на кого был направлен? На внешнюю аудиторию, опять же? На Шольца того же самого, что мы здесь, как бы, да, наши люди, или на внутреннюю, на российскую? Два резюме я бы здесь сразу сделал. Первое, он направлен на, скажем так, на российских элиту, для того, чтобы они увидели, насколько в Европе все равно продолжают их бояться. То есть это такой мобилизующий фактор. Смотрите, мы слили разговор, смотрите, они запаниковали, они начинают оправдываться. То есть, как бы, российская элита, которая начала терять доверие к Путину, к его концепции вечной войны, к тому, что мы в любом случае дожмем, мы в любом случае пересидим, мы в любом случае не проиграем. И вот он показал, смотрите, так все вернулось на круги своя. После двух лет войны они продолжают нас бояться, системно бояться, они оправдываются, они по первому щелчку нашему бегают и начинают говорить, нет-нет-нет, мы ничего не имели плохого в виду, извините нас и так далее. И это реально мобилизующий фактор, как это непарадоксально звучит, для российской элиты. То есть царь есть, царь контролирует ситуацию, царь готов в этой войне дойти, независимо от количества потей, до финала, в котором мы, элита российская, не проигрываем. Это очень важный симптом. И, на мой взгляд, вот то, что сделала Германия, пытаясь оправдаться там, где не нужно, это она только дала вот эти аргументы. Это первая составляющая. И вторая составляющая, вот кроме этого зондирования, вторая составляющая, это показать, что Россия вернулась в большую шпионскую игру, что у них есть резервы, у них есть ресурсы, они эти ресурсы сейчас максимально жестко будут использовать, они не будут уже дальше маскировать, то есть они будут активно юзать свои там агентские сети, опять же, пугая, но уже не элиты даже, западные элиты, понятно, но пугая общественности целого ряда стран, что вот обратно у России есть инструменты влияния на внутренние политические повестки в этих странах. Это очень плохие сигналы, это сигналы, которые, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, я считал, что уже есть такой консенсус внутри европейских стран, который состоит из ключевых позиций. Первое. Россия генерирует только опасность. И, соответственно, если Россия в таком виде сохранится, Европа будет разрушена. Во всех смыслах слова. Смотрите, не только войной непосредственно горячей, но и кибер-атаками, информационными атаками, внутренними политическими конфликтами, коррупционными скандалами. То есть вот этот монолит Европы, который, в принципе, гарантирует определенное будущее, будет Российской Федерацией взорван. И так далее. Если Россия останется в таком виде, как есть. Мне казалось, что это уже консенсусное понимание рисков для Европы будущего. Второе. Что с Российской Федерацией нет ни малейшего смысла говорить. Они неадекватны. Они не воспринимают реальность. Они не готовы придерживаться норм или правил в рамках международных концепций. И, соответственно, любые договоренности с Россией, в итоге Россией же будут интерпретироваться как твоя слабость, которую нужно доразвить, дожать тебя. Ну и, соответственно, получить договоренности на ультимативных российских условиях. Вот, ну, как бы, мне казалось, что это тоже понятно. И, соответственно, нет ни одной концепции, где Россия за переговорным столом. Третья составляющая. Что из всех стран Европы наиболее боеспособна, как это не парадоксально звучит, да, необходимо вносить там определенные корректировки, обучение проводить, да, насыщать оружие является Украина. То есть Украина способна эту войну выиграть, потому что умеет воевать против России. И это, опять же, консенсусное решение. И, наконец, четвертое. Четвертое важнейшее для меня было ощущение, что к этому приходит. Раз Россия вышла из действия международного права, то тогда оно на эту территорию не распространяется. И, соответственно, можно не обращать внимания на любые заявления, на любые присутствия, где бы то ни было России. Наоборот, нужно приостанавливать ее членство, нужно приостанавливать ее возможности, нужно изолировать ее в полном объеме, в том числе изымать ее активы, арестовывать, ордера на арест и так далее. Вот как по двум персонажам, командующим дальней авиации. Дальней авиации, да, честнее Черноморского флота. И Соколова, да. И так далее. Мне казалось, что это консенсус, который есть по умолчанию. Да, он не приведет, как вы только что правильно сказали, к немедленному, резкому решению, коллективному решению вести национальные контингенты на территории Украины и так далее. Но есть консенсус, который точно приведет к следующему. Насыщение оружием Украины, изоляции, тотальной изоляции России и окончательному выводу России из экономического глобального пространства. Потому что это главное, что дает ей ресурсы для ведения войны. И тут только что вы в новостях говорили о докладе литовской разведки. Я абсолютно солидаризирую с этим докладом. Там четко сказано, Россия может вести, получает доход. Если мы сейчас перейдем к доходности, которую Россия получает на глобальном рынке, может эту войну вести бесконечно долго. Почему? И это не только два года. Потому что есть ресурс. Деньги. Это ключевой ресурс ведения войны. А где его Россия берет? Смотрите, цинично выглядит это. Санкции, которые спокойно можно обойти и закупить комплектующие для ракетного производства в большом объеме. Второе. Торговля зерном, торговля нефтью, торговля газом. Пожалуйста. Росатом вообще публично, активно работает на европейских рынках. Третье. Европейские компании, это вообще верхний, мне кажется, цинизм. Они спокойно работают на российском рынке, еще и периодически бравируют тем, что у них там доходность выросла. И так далее, и тому подобное. Так, конечно. Когда вы даете ресурсы, одной рукой даете ресурсы России, а другой рукой даете ресурсы Украине, чтобы в это защищаться, это может быть бесконечная война. Вопрос, а какую цель вы преследуете? Ну, то есть, как бы, при этом идут публикации о том, что через 3-5 лет нужно быть готовым к непосредственному боестолкновению с Россией. Это мне напоминает начало, помните, вернее, одну треть Второй мировой войны, напоминает мне, где Россия, ну тогда Советский Союз, был безусловным торгово-экономическим партнером нацистской Германии. Помним же это, да? То есть снабжало ее зерно, металл, алюминий в большом объеме. Вплоть до 22-го началось, 23-го или 24-го июня еще составы шли в Германию с определенными там продуктами, ингредиентами и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, вот это то же самое происходит. То есть вы одновременно говорите о том, что через 3-5 лет возможно боестолкновение с Россией, в то же время с удовольствием, с улыбками на лицах продолжаете работать на этом рынке, покупать у нее товары, давать ей ресурс, модернизировать свое военное производство, накапливать военную технику, готовиться в количественном плане к будущим боевым действиям. Это, ну, как-то выглядит... Вам не кажется, что это выглядит несколько мазохистским? Кажется, Михаил. Я сейчас пока вас слушал, знаете, опять поймал себя на мысли о том, что... А знаете, вот эти вот прогнозы, да, там, через 3-5-8 лет нужно готовиться к противостоянию прямому с Россией НАТО. Они же после слов Макрона другими красками могут заиграть. Может быть, имеется в виду, не что Россия на страны НАТО нападет, а что НАТО отправит свои войска в Украину? Знаете, я бы на это посмотрел как раз-таки именно так, как об этом говорит господин Макрон. И, между прочим, смотрите, он не отказывается от своих слов, он настаивает на них. И более того, он имеет поддержку у премьер-министра, у министра обороны своей страны. И, соответственно, более того, президент Франции готов провести дискуссию среди политических партий, в том числе оппозиционных во Франции. И таким образом он делает эту тему мейнстримной, то есть той, которая может обсуждаться на разных площадках. И, в принципе, могут быть аргументы за и против. И, на мой взгляд, это весомое достижение на этом этапе войны. Потому что я смотрю и другие страны, кстати, страны Балтии присоединяются к этой дискуссии, говорят, да, давайте рассматривать. Это, возможно, не прямая миссия для участия в боевых действиях. Ну, например, это могут быть тренинговые миссии, это могут быть консультационные, логистические миссии на территории Украины, которые точно будут привязывать Украину еще глубже, будут привязывать Украину к странам НАТО. И в то же время дадут ощущение странам НАТО, что такое реально война. Не просто там теоретически на Рамштайне мы это обсудили с точки зрения аналитических странных докладов, потому что я вообще считал, что аналитические доклады будут выглядеть несколько иначе. А вот именно ощутить эмоцию, нерв войны и так далее. Поэтому эта дискуссия, на мой взгляд, хороша. Но, с другой стороны, давайте объективно, вот просто, чтобы мы правильно акцентны. Смотрите, для стран технологического развития, для информационных стран, для стран прогрессии, к которым относятся, безусловно, европейские страны, война не является опцией выбора. Вообще. Никак. Почему? Потому что вы вкладываетесь в комфорт, вы вкладываетесь в развитие, вы вкладываетесь в технологический прогресс, в эволюцию как таковую. Вы точно не заинтересованы там зайти просто на территорию, ее пограбить или что-то там сделать, захватить кого-то и так далее. Поэтому НАТО не имеет концепции экспансионизма как такового. Ну, то есть, вы можете добровольно войти в члены НАТО для того, чтобы обеспечивать как раз-таки защиту от экспансионистских стран. Кто является страной экспансионистского типа? Такие нищие, убогие страны, как Российская Федерация, потому что они технологически отсталые, но они продают концепцию для того, чтобы контролировать вот это гигантское количество населения, гигантскую территорию. Они продают концепцию величия России. Вы убогие в нищете, вы в дерьме, я прошу прощения, но зато вас все боятся. И это способ контроля, потому что Россия всегда отличалась примитивными способами контроля. То есть, она не готова, давайте объективно, я сейчас Путин это подчеркнул еще раз, она не готова к внутренней тяжелой дискуссии. Никогда. То есть, она не готова к конкурентной политике, к реальной конкурентной политике. То есть, в этой стране возможно только вертикаль паханского типа, то есть, когда есть диктатор, и, соответственно, дальше есть опричники, которые подавляют всех остальных, все остальные социальные группы. И поэтому, безусловно, Россия заинтересована в существовании только внутри войны. И сейчас она окончательно отбросила вот эту 30-летнюю маскировку, что, собственно, и Советский Союз, в принципе, существовал только в состоянии войны, он везде начинал эти войны. Другой вопрос, что он потом погруз под вот этой внутренней, как это, роскошью, да, партноменклатуры. И, соответственно, не хотел уже воевать, а хотел просто пожирать там, да, вот, ну, грубо говоря, собственное население. А сейчас Россия вернулась к этой концепции, скинула маскировки, никаких демократий, никаких декорируемых демократий, ничего, никаких суверенных демократий, есть только одно. Мы можем существовать, когда будем разрушать чужие территории. Что предлагает сейчас Россия, чтобы было понятно? И что не понимают, наверное, некоторые страны в Европе? Россия своим гражданам говорит, смотрите, вы в нищете это понятно, но мы вам будем платить, если вы зайдете на чужую территорию, мы будем вам платить за это деньги. Вы там будете безнаказанно убивать, потому что вот парламент, ну, условный парламент России принял решение о том, что освобождены вы от юридических наказаний за совершенные преступления на территории, в данном случае Украины, ну, и на любой другой территории. Вот это второй пряник. Первый, деньги. Вы не можете работать, у нас нет для вас мест рабочих, нету заводов, потому что мы не вкладываемся в технологическое развитие, в комфорт, в жизнь и так далее. Вы получаете деньги за убийство. Второе, вы освобождены от юридических наказаний. И есть третий пряник. Смотрите, эту территорию грабьте. Вы возите все, захватываете дома, квартиры. И что хотите, то и делайте. Три классических экспансионистских пряника для гигантской 140-миллионной территории. Вот скажите мне, почему кто-то думает, что с ними можно разговаривать? Они живут в другом укладе политическом. Для них война и есть единственный способ существования. И сейчас, еще раз подчеркиваю, они отбросили все эти эффективные прикрытия, что у них там есть партии разные, есть там выборы есть и так далее. И говорят так, мы будем вас всех уничтожать. И все остальные говорят, ух ты, ну давайте подумаем, что с этим делать. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, страны НАТО, страны НАТО никогда не нападают. Им это не нужно. А вот страны типа Российской Федерации, они всегда нападают, потому что это единственный способ существовать. Почему, собственно, я говорю, эта война не должна закончиться просто там освобождением части территории или еще что-то и так далее. Эта война должна закончиться обрушением России, вот этого политического контура, в котором они сегодня живут. Мы с вами не получим на территории России демократическую страну, но если она начнет трансформироваться, то возможно, например, Кавказ выскажет свои там претензии к федеральному центру, возможно, другие регионы выскажут свои претензии к федеральному центру и начнет переформатироваться это пространство. И когда мы там на этом пространстве будем видеть не какую-то большую территорию, где есть 140 миллионов готовых прийти кого-то вырезать, ну тогда у нас с вами появляется совершенно другой уровень безопасности. Да, ну получается, прекрасная Россия будущего, мы в нее не верим с вами, да, но, по крайней мере, опасная Россия настоящего существовать перестанет. Прекрасная Россия будущего невозможна. Это какая-то странная концепция, потому что, знаете, ну давайте объективно, есть 10% действительно высокообразованных, интеллигентных, интеллектуалов в России, я имею в виду, ну а многие из них уже выиграли. Но, соответственно, основная масса, потребитель, ключевой русского мира и русского мифа, это же другой тип человека, это человек-гопник, я прошу прощения, да, это тот человек, который хочет пойти пограбить, изнасиловать, убить. Посмотрите, какое количество уголовных бесконечных преступлений, это зона. Но вы не можете в зоне построить прекрасную Россию будущего. Но это же очевидные вещи. И, соответственно, убрать риски от существования неоимперского типа России, которая хочет захватывать чужие территории, их разрушать, идти дальше. Ну, саранча, да, вот этот комплекс саранчи, кочевого образа жизни. Что такое российская цивилизационная концепция? Она ведь предполагает кочевые модели. Что такое кочевая модель? Вы не вкладываете в себя, вы не умеете, ну, то есть развивать себя, но вы ждете, пока соседи ваши немножко нарастят, там, условно говоря, собственную доходность, ну, богатство, да, вы потом придете, это пограбите, принесете к себе. И какое-то время будете существовать, пока соседи не восстановятся, которые ведут оседлый образ жизни. Я прошу прощения, так примитивно, но чтоб не было туда философствования этих умных и так далее. Вот суд России. И в какой-то момент она начинает маскироваться, вот то, что мы видели в раннее Ельцинское или в среднее Ельцинское время, они начинают маскироваться, они начинают там разоблачать сталинизм, да, ну, то есть Огонек публикует какие-то вещи, Новый мир публикует Солженицына и так далее, и тому подобное. Они начинают вести там, типа, вид, что у них конкурентные выборы, но в этот момент они начинают возвращаться к концепции, нет, ну, как-то это у нас не получается, потому что уровень жизни не растет там, только для определенного процента населения, который сконцентрировался в Москве, допустим, и так далее. Коррупция как-то быстро и бурно разведет, ну, коррупция вообще это основной инструмент российских федераций. Скрепа, базовая, по сути, да, и так далее. И в какой-то момент они возвращаются к своему черносотенному образу мышления, а давайте-ка пойдем по Граду, а давайте-ка Апричнину создадим, а давайте-ка Пахана выберем и так далее. Я просто не могу понять, почему это не анализируется, и, соответственно, вот эти риски, они всегда однотипны, спиралевидны, Россия всегда себя будет так вести, пока, по крайней мере, будет существовать в таком ресурсном виде, к вашей мысли вернуть, когда вы со ссылкой на отчет нашего как раз Департамента госбезопасности и контрразведки говорили про европейские компании, которые, в частности, помогают обходить санкции. Но тут, знаете, я сразу подумал, что вам в ответ этот мяч могут вернуть, вспомнив про транзит российского газа через Украину, тем более на этой неделе были комментарии по этому счету. Давайте тоже разберемся, насколько я понимаю, оператор сказал о том, что большая вероятность, что будет продлен транзит российского газа до 2027 года, премьер-министр Шмыгаль при этом в понедельник, по-моему, говорил о том, что все Украина не то чтобы в этом заинтересована, но если уж странам, которые этот газ получают, типа Австрии и Словакии, это так нужно, то пусть они и договариваются, но мы как бы не будем особо против транзита. Что в итоге с транзитом? Транзита нет. Смотрите, значит, контрактерами российского газа долгое время были европейские страны, и, соответственно, они уже договаривались о транзите этого газа через территории стран, где проходят магистральные трубопроводы и так далее. То есть Украина с 2014 года полностью не получает российский газ, не закупает его, естественно, и так далее и тому подобное. Еще раз подчеркиваю, транзитирование этого газа, да, какое-то время продолжалось, но оно было контрактованным газом, транзит контрактованного европейскими странами газа. Я, честно говоря, опять же, считаю, что это неправильный путь. То есть европейские страны, раз они нашли возможность построить альтернативные возможности получения газа и отказаться от российского газа дальше, должны по этому пути и двигаться. И, соответственно, транзитирование газа через территории стран, которые являются вражескими для России, должно быть прекращено в полном объеме. На сегодняшний день этого транзита нет. Любые заявления, они выглядят как дискуссионные, там и так далее, они имеют право быть, в демократии можно делать любые заявления, но официально на сегодняшний день никакого транзита газа российского по территории Украины нет. Теперь к публикации Washington Post, я бы хотел обратиться, которая писала о том, что ни Зеленская Елена, ни Юлия Навальная не будут присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу. Ну и там была такая версия, что Зеленская в связи с тем, что в Украине к Навальному относится, ну неоднозначно, скажем так, Навальная сама сослалась на усталость. Знаете, у меня в этой ситуации такой вопрос как бы. Я так понимаю, что особо вот это вот присутствие совместное на обращении Байдена ни Елене Зеленской, ни Юлии Навальной особо было не нужно. Зачем это было нужно Байдену? Такое ощущение, что ему, Белому дому, больше всего хотелось. Не готов говорить о мотивах Белого дома, администрации господина Байдена. Скорее всего, смотрите, мы с вами анализируем публикацию журналистскую, то есть это может быть как раз таки конструкцией, которая заложена в голове у конкретных авторов, в конкретных текстах. Может такое быть? Может быть. Потому что, что касается Украины, то у нас четкая, есть четкий ответ от офиса первой леди, где она сказала, что у нее уже сверстанный был график, там точно не было никаких переговоров о необходимости присутствовать на том или ином мероприятии. Ну там она занимается большим количеством гуманитарных, гуманистических, скажем, миссий, да, и в том числе все, что касается детей, похищенной, реабилитации детей и так далее, там большое количество мероприятий. Это первое. Второе. Ну, честно говоря, вообще выглядит странным посыл. Давайте-ка посадим вместе россиян и Украину. Я как бы, честно говоря, вообще не понимаю, зачем? Ну то есть, какую задачу решить? Подчеркнуть, что нужно? Для нас очевидно, что, к сожалению, на сегодняшний день не существует системной российской оппозиции, которая готова к инфраструктурной атаке на вертикаль Путина. Этого нет. Есть диссидентское движение, да, есть люди, которые, ну, занимают очень выраженную антивоенную позицию, да, есть люди, которые осуждают Путина, конечно. Влияет ли это на войну против Украины со стороны России? Нет, никак не влияет. Ну, то есть, грубо говоря, Россия продолжает активно атаковать, убивать гражданское население в Украине и делает это масштабно. Есть ли соответствующие заявления от, скажем так, семейства Навальных в отношении этой войны? Нет, к сожалению. Ну и так далее и тому подобное. Опять же, имеют ли они право делать или не делать те или иные заявления? Конечно, все имеет право. Но, опять же, я не могу понять, а в чем концепция объединения? Ну, то есть, чтобы что показать? Еще раз, для меня есть очевидные вещи. Есть неспровоцированная масштабная война одной страны против другой. В этой войне нету полутонов. Не надо играться с символизмом каким-то диким. Помните, было в свое время попытка крестный ход сделать Украину, Россию и так далее. Не надо играться с этими вещами. Есть война. В ней есть черная, есть белая. Черная это все, что касается России. Белая это все, что касается Украины, ну и коалиции проукраинской. Мало того, юридически это правильно. Мало того, не нужно пытаться затянуть эту войну. Потому что, как только вы начинаете играться, давайте-ка объединим часть России, часть Украины и так далее, вы затягиваете войну. Потому что в войне должно быть конкретно. Россия должна проиграть эту войну. Россия должна пойти на юридические последствия. Ну то есть имеется ввиду на судебные процессы над военными преступниками, на выплаты определенных денег. Россия должна пойти на политическую трансформацию, внутри которой в России будет сформирована новая власть, которая готова будет пройти через покаяние. После этого, наверное, Украина должна с ней разговаривать. Но не может же быть такого, что кто-то высказывает там оппозиционные, условно-оппозиционные взгляды, и Украина должна сделать вид, что мы не видим войны против нас, но вот нам нравится оппозиционные взгляды. Но это выглядит странно. Это странный символизм, который будет опять же, смотрите, что будет делать. Он будет вносить диссонанс в понимание природы этой войны. Особенно в странах нейтрального толка, в странах того же глобального «Смотрите, ну вот Россия вместе с Украиной, ну там, наверное, что-то у них родственное, где-то они как-то там воюют, но это можно договориться». Я просто хочу понять, зачем это делается. Ну то есть нужно что подчеркнуть? Нужно подчеркнуть, что война может долго идти. Нужно подчеркнуть, что не все в этой войне однозначно. Нужно подчеркнуть, что Путин может проиграть, а может не проиграть. Я хочу понять, что нужно подчеркнуть вот этими символичными действиями. На мой взгляд, есть война в Украине, и есть абсолютно субъектные представители Украины, в том числе госпожа Зеленская, очень четко свою позицию артикулирующую, внятно говорящую о том, что переживает Украина, в том числе с трибуны, кстати, Конгресса Соединенных Штатов, внятно расставляет акценты, четко говорит, что для нас это геноцидного типа война, для нас это масштабное уничтожение гражданского населения, для нас это масштабное похищение наших детей с конкретными фактами и так далее. Есть диссидентское движение российское, это совсем другая для нас история, она никак не влияет на то, что происходит в Украине, и она не повлияет. Путин не слушает эту войну. Более того, я вам скажу еще одну вещь, на мой взгляд, это вообще кощунственно выглядит. Смотрите, что делает сейчас российское диссидентское движение. На полном серьезе. Оно говорит о том, что давайте-ка вы придете в полдень 17 марта на избирательные участки и зафиксируете, что вы против Путина. На самом деле это будет выглядеть следующим образом. Это резкое наращивание явки, потому что понятно, что цифры Путина звучит поддержки своей, те, которые надо, но у него будет легально видео, которое будет показывать, смотрите, потому что не все же будут в этих тонкостях разбираться. Смотрите, у нас пришло на избирательные участки, в отличие от Ирана, где пришло там менее 40%, они там правда показали 40% на выборы специфических парламентов, да, вот буквально на днях. Реально там пришло 25-27%. Вот у нас пришло 60 или даже 70%, они полностью поддерживают Путина. Да, там небольшой процент инсургентов проголосовали там за каких-то других кандидатов, основная масса. То есть, грубо говоря, российское диссидентское движение хочет легитимизировать отсутствующие выборы как таковые. Вместо того, чтобы сказать нету процедуры выборов, нету конкурентной политики, пожалуйста, игнорируйте это. Демонстративно игнорируйте, чтобы там было 0-0, там, 5% пришедших на избирательные участки. Вы понимаете абсурдность того, что я сейчас вижу? Да-да-да, мы это обсуждали как-то, знаете, в эфире. Получится такая картина после 17 марта. Я вот прямо прогнозирую, что с точностью так и будет. Путин будет показывать, ну, условно говоря, устами своих пропагандистов картинку, как вы сказали, да, и говорить, видите, какие у нас выборы конкурентные, спросом пользуются, в очереди люди стали. Ну, оппозиция эти же картинки будет показывать и говорить, видите, как много против Путина людей вышло. Одни и те же фотографии, причем, будут показывать. Ну, у меня, кстати, Михаил, есть гипотеза, зачем Белому Дому и Байдену нужно вот это вот совместное появление Навальной и Зеленской. Я думаю, это... Вы журналисты, вы правили бы гипотезы. Да, конечно. Да, я просто, знаете, я просто думаю, что это в рамках его предвыборной кампании, скорее всего. Ведь Дональд Трамп же что говорит? Его оппонент, который уже без сомнения будет кандидатом от республиканской партии, он говорит то, что я посажу за стол Путина и Зеленского, или сначала с одним пообщаюсь, потом с другим, в общем, за сутки это закончу. А Байден тем самым показывает, слушайте, вот смотрите, Трамп собирается говорить с Путиным и Зеленским, а я с Путиным, говорит, не собираюсь. Я вот с Навальной, с лидером оппозиции, с Навальной и Зеленской. Вот даже первый шаг я их посадил вместе. Я не готов комментировать внутреннюю политику Соединенных Штатов. Я считаю, что она выглядит очень эффектно, хорошая дискуссия у них, жесткая дискуссия. Мне очень импонирует всегда, когда есть такого напряженного типа дискуссии по многим вопросам. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы все-таки внешняя повестка была более быстро реализуема. Я не сомневаюсь, что и представители республиканской партии, и кандидат от республиканской партии, и представители демократической партии, и кандидат от демократической, абсолютно точно понимают, что сегодня происходит, что делает Россия, как она хочет переписать глобальные правила, как она хочет сломать глобальный стол переговорный, за которым в принципе сейчас она все меньше и меньше сидит и практически уже не находится там. И что Россия хочет обнулить международное право и международное правило, и обнулить репутацию тех же Соединенных Штатов. Мне Мне кажется, что это они глубоко понимают, и, соответственно, через внутреннюю дискуссию они скоро придут к максимально правильным решениям, касающимся внешней повестки. Что такое внешняя повестка? Это. Вот здесь как раз-таки возвращаемся к докладу литовской разведки в том числе. Внешняя повестка выглядит следующим образом. Есть Россия, которая активно донатит в глобальную нестабильность и поддерживает много очагов эскалации как таковых. Непосредственно сама принимает участие в войне и поддерживает. Второе. Россия постепенно формирует определенный альянс. Есть уже там явные участники, такие как Северная Корея и Иран. Есть пока не явные участники, но они начинают аккумулировать ресурсы. И эти участники смотрят, как дальше будут развиваться события. Как только события будут развиваться по российскому сценарию, то есть Россия не проиграет войну, соответственно, наглость всех этих участников, формальных, неформальных, этого альянса резко возрастет. То есть мы с вами получим обвальное количество воин по разным регионам и так далее. И, соответственно, четвертая составляющая, которая сейчас очевидна, это готовность или неготовность стран Запада, в том числе Соединенных Штатов, адекватно оценить угрозы, отказаться от холодновоенных мифов о мощи России, перестать бояться России, перестать думать о том, что, условно говоря, активное противодействие России – это про эскалацию, а наоборот понять, что противодействие России – это только про деэскалацию и про запобегание, ну то есть превенцию масштабной глобальной войны как таковой. И, соответственно, тогда решается вопрос. Смотрите, финансирование безлимитное, оружие безлимитное, любые форматы, которые позволят резко уменьшить присутствие агентская, военная России, где информационная, дипломатическая, приветствуется. Ну и главное – изолируем полностью Россию. Во всех смыслах этого слова. Членство во многих международных институтах должно быть приостановлено. А Олимпийский комитет, который принимает решение, что Россия может, теннисисты российские и белорусские могут принимать участие в Олимпийском. Да, и, соответственно, нет никакого нейтрального статуса. Это граждане конкретных стран – России и Белоруссии. И, соответственно, тогда Олимпийский комитет должен будет миру сказать, мы за то, чтобы войны были главным инструментом внешней политики. Нам очень нравится, когда убивают гражданское население. Мы очень приветствуем геноцид как таковой. И мы, в принципе, очень любим, когда все залито кровью. Вот хотелось бы, чтобы, наконец-то, двусмысленности не было. А, дальше еще переходим к тому, что мы начинали. Анализ санкций в полном объеме. Ну, то есть, и конкретное объяснение своим обществом. Не нам, а своим обществом. Вот смотрите, мы одновременно сейчас рассуждаем по поводу необходимости отправки национальных контингентов в Украину. Обсуждаем. Не отправляем, но обсуждаем. И это риски для наших парней, которые могут оказаться на территории, где идут боевые действия. И в то же время наши компании финансируют возможность убийства этих парней. Вот я хотел бы, чтобы они так диалог у себя вели. То есть, чтобы они не начинали эфмеизмами рассказывать, мы тут должны как-то... А чтобы они прямо назвали. Смотрите, нам очень нравится. Нам очень нравится, что российские спортсмены...